Из сердца Тагмета, из дуговой печи, раскаленный и растопленный шехтый металл, будто по венам, ковшами, расходятся дальше по производственным линиям. Именно тут берут начало изделия, которыми так гордятся в Ростовской области. Участок печков – шважное звено технологической цепочки, которую круто модернизировали с 2003 по 2013. И тут надо довести металл до правильного химического состава, говорят столевары. Доводим до окончательного химанализа, до нужной температуры, после отдаем на машину скачивание шлака и передаем на вакууматор. В электросталеплавильном цеху в четыре смены работают больше восьми сотен человек. Обслуживают, например, вот такую газовую резку. Задают изделию длину. На сегодняшний момент можно твердо утверждать, что мы развиваемся и будем развиваться в области наращивания объемов производства и качества выпускаемой продукции нашего цеха. Эта машина непрерывного литья в сутки выдает больше трех тысяч тонн заготовки. Отсюда все это идет уже в трубопрокатный цех. А вот чему нет аналогов в мире, так это стану непрерывной печной сварки, рассказывает начальник соседнего трубосварочного цеха. Сортамент выпускаемой продукции на данном участке от 8 миллиметров условных проходов до 50 миллиметров. Максимальная производительность 630 метров в минуту. Несмотря на санкции, Тагмет продолжает работать на полную мощность. Есть и заказчики, и поставщики. Заняты пять тысяч сотрудников. Завод системообразующий, а значит, есть и господдержка. С учетом ключевой ставки, повышения, стоимость денег увеличилась, соответственно, кредиты стали достаточно дорогими. И правительство пошло на тот шаг, чтобы поддержать системообразующие предприятия и сделать для них льготные кредиты. Ну и, соответственно, потому что кредитами пользуются все наши промышленные предприятия. И это самая существенная мера на сегодняшний день. За первые три месяца этого года здесь выпустили почти 140 тысяч тонн труб. Эту продукцию уже давно используют для добычи нефти и газа. Дмитрий Сумской, Владимир Трофимович, Первый Ростовский.